Тогда начинай. Доброго всем вечера. И всем здоровья и так далее. Все-таки время такое. И выздоровление. Значит, вот когда я три занятия назад говорил о записи книг и о том, что книги не записывали, я тут хочу сделать некоторую оговорку. Итак, первоначальный вариант постановления, я тогда это говорил, сейчас я еще раз это проговорю просто. Первоначальный вариант, когда Кнесет Гагдула, Великое Собрание во времена Эзеры, может быть, ну где-то там рядом, запретило копировать свитки, то вообще-то имелось в виду следующее. То, что произошло там, это фиксация письменной тары. Под письменной тарой в данном случае я имею в виду Танах. Вот эти книги Танах, то есть это писание, а все остальные и нет. И постановление было связано ровно с этим. По этому поводу произошло довольно любопытное место для того, чтобы понимать, о чем идет речь, в трактате «Едаем» в Мишне есть такой отрывок. Значит, есть постановление, я не буду сильно останавливаться на нем, но есть постановление о том, что свитки священные, именно священные свитки, оскверняют руки. Имеется в виду следующее, что если человек взял в руки свитки, священные свитки, а после этого теми же руками, не омыв руки, взял продукты, то продукты тоже осквернены в ритуальном смысле. То есть для тех, кто ест чистую еду, ритуально чистую, их есть нельзя. Постановление, известная причина этого постановления, оно связано с тем, что люди имели привычку хранить труму рядом со священными свитками. Трума – это продукты. Они должны быть чистыми для того, чтобы коином отдать. А так как, где продукты, там мыши, а свитки, они же все-таки у нас делаются на… Клав, из шкур на пергаменте делаются из шкур, то мышки тоже, в общем, никогда не против этим закусить. По этому поводу было сделано постановление о том, что священные свитки оскверняют руки, ровно для того, чтобы прекратили хранить их рядом с трумой. Я хотел заметить, что то, что я сейчас говорю, это вот просто объяснение, прямо приведенное в Мишне, в Гемаре, это ровное место. Это не какие-то современные изыскания, это вот в наглое сказано, что мы постановили, что это оскверняет. И надо сказать, что когда дальше, когда идет обсуждение, какие свитки священные, а какие нет, то регулярно берутся всевозможные отрывки, где говорится, что оскверняет руки, что не оскверняет руки. Если оскверняет руки, то священные, а если не оскверняет руки, то не оскверняет. Это вот парадоксальнейшим образом будет. По этому поводу в Мишне трактата Едаем, а в Мишне трактата Едаем занимается именно скверный рук, а надо заметить, что все, что связано со скверной рук, это постановление мудрецов, вот все, с чем вы сталкиваетесь по этому поводу, без единого исключения. Потому что по закону Тора не может быть такого, что часть тела осквернена, остальная часть чистая. Либо все осквернено, либо все чистое. Поэтому это, в общем, ясно, что все, где вы сталкиваетесь с осквернением рук, это постановление всевозможного рода. Значит, ну там есть, я сейчас не буду входить в тонкости, там есть кое-что поговорить. Но, значит, в трактате Едаем есть такое место. Говорят Садукей, ну, некоторая секта обращается к мудрецам и говорит у нас к мам претензии. Когда вы говорите, что священное писание оскверняет руки, а книги Гомера не оскверняют руки, это вообще звучит дико. Тут надо понимать следующее, что книги Гомера в эпоху Мишны – это не просто поэзия некоторого древнегреческого барда, а священный текст, например, для римской культуры. Священным текстом является Гомер, как раз Одиссея и Илеада. Они, значит, религиозный человек обязан знать это чуть ли не наизусть, если он интеллигентный. Вот этот вот такой тон. Значит, по этому поводу, естественно, претензия, что вы постановили оскверни рук, священное писание оскверняет руки, а, значит, Агомер, а, во-первых, светская литература, а вообще религиозная гойская литература, так они не оскверняют руки. Ну, что это такое, ну, это, значит, по этому поводу они продолжают и говорят далее, говорится следующее. У нас, говорит, одна претензия. Вот есть другая, куда более серьезная. Кости осла не оскверняют, а кости первосвященника оскверняют. Ну, первосвященника оскверняют, это что еще такое? Отвечают, значит, так. Здесь я хочу опять отступить. Кости человека оскверняют, когда их много. Вот, давайте я не буду входить, вот, давайте характеристику слова «много». Они оскверняют в силу закона Тора, это прям библейский закон. В порядке, как труп оскверняют, так и кости оскверняют, только там нужно некоторое количество, но речь идет о чистых костях, вот о костях без мяса. Потому что оскверняют в основном мясо, вообще-то основной источник осквернения – плоть трупа, а не что-то другое в нем. Это основной источник осквернения. Но кости, когда их много, тоже оскверняют. И говорят, ну, вот, но, по правилам, например, вот кости падали, не оскверняют вообще. Например, кости осла не оскверняют. А мясо оскверняют. Ну, вот, значит, мудрецы говорят следующее. Мы, говорит, запретили, говорим, что кости человека оскверняют, чтобы с костей не сделали ложку для дома. Вот представьте себе, человек желает сохранить память о любимом папочке, добывает кость его и делает из него какой-нибудь замечательный предмет дома. Например, ложку. Говорит, что вот эта ложка – это вот кусок моего любимого папочки. Вот чтобы такого безобразия не было, мудрецы постановили, что любые кости – большие оскверняют. Так вот, то же самое. Из уважения священное описание оскверняют, а книги Гомера их никто из наших не любит, поэтому не оскверняют. Вот зачем я длинно все эти детали привожу? На самом деле соображение выглядит следующим образом. Получается, что постановление, о котором мы говорим, постановление, которое запрещает копировать свитки, касается свитков, которые претендуют на священную роль. Вот это вот важный момент. Вот что было запрещено, это запрещено копировать свитки, которые претендуют на священность текста, если они не включены постановлением в канон. В результате, те самые примеры, которые я привожу, из канона выпала безумно уважаемая книга Бен Сира, книга Иисуса сына Сирахова. А книга была очень уважаемой, Талмуд на нее несколько раз ссылается, цитаты из нее приводят. И одна из главных, например, цитат, которая в еврейском мире из этой книги осталась, это то, что от тебя скрыто не лезть, то, что тебе заповедано исполняй, нечего тебе делать сокрытым. Это из Бен Сира, из этой книги. И Талмуд эту цитату приводят именно ссылки на Бен Сиру. Но дело в том, что книга Бен Сира, она поздняя. Она, на ней чуть ли не дату можно найти, когда она написана, где-то в третьем веке до новой эры была написана. А поэтому в канон она войти не могла, в принципе, она просто поздно написана. Точно так же, как в канон не входят книги. Ну, вот те, которые сохранились в переводах, некоторые книги типа Юдив, которые в прошлый раз я упоминал, книга Тавита, например, такая, четыре маковейские книги. Ну, понятно, это уже второй век до новой эры. И думаю, Юдив тогда же, может быть, чуть-чуть позже, но где-то в том же районе писалась. Ну, и подобные книги. Мейер, можно сразу вопрос по канону? Да, попробуйте. Я слышал, есть такая версия, что книги Ктувим, они были канонизированы намного позднее. То есть они имели хождение чуть ли вот в явное, которое Академия. Нет? Это неверно? Тут проблема, которая здесь намного все сложнее, мы просто входим в очень длинную тему. Дело в том, что в явное, у меня такое тяжелое подозрение, что в явное происходило попытка пересмотреть канон именно в части Ктувим. Причем спор шел о трех книгах. Обычно говорят о двух, но на самом деле спор шел о трех книгах. Спор шел о песне-песне, о Ширхе-Шири. Песне-песне или песне-песне? Песне, по-моему, все-таки. Песне-песне, я просто не знаю, я всегда путаю здесь. Песне-песне. Речь шла о Когелот, то есть Экклезиаст, и речь шла о книге Эстер. А книге Эстер тема чуть-чуть отличается от Когелот и песне-песней, по причине того, что про Могила спор шел о том, что нет сомнений в том, что такой смысл существует, и по нему надо читать, и его надо читать в Курим. Вопрос включен ли он в канон. То есть он как бы, ну вот приблизительно у него такой же статус, как у свитка Антиоха, например, должен быть. То есть мы его читаем по праздникам, но в священный канон не входит. Вот такой был спор, его попытка исключить именно с этой стороны была. А вот песнь-песни и Когелот действительно возникал тяжелый, был спор, и там много кто вмешивался и говорил, но я хочу заметить следующее, что про песнь-песни спор в основном состоялся в следующем. Действительно его очень хочется воспринимать как любовную лирику. Но я полностью согласен с человеком, по-моему, его зовут Меннахем Фиш, фамилию точно помню. Фиш, который в 20 веке сумел, единственный, кому удалось доказать мне, что песнь-песни исходно аллегорическое произведение о любви. Значит, там два героя, но очень сложная структура. Там есть девушка и возлюбленный, но иногда возлюбленный – это народ Израиля, а девушка – земля Израиля, а иногда возлюбленный – это Всевышний, а девушка – это народ Израиля. То есть народ Израиля в некоторых частях девушка, а в некоторых частях он парень. В качестве того, что именно так надо понимать, это вы очень легко поймете, когда прочитаете ту главу, где девушка превращается в землю Израиля. Вот когда, если вы сейчас, если хотите, я могу вам зачитать это, но вот там, где девушка вдруг превращается постепенно в целую землю, это показатель, это действительно доказывает. И именно поэтому меня это убеждает, потому что... Где там стада сбегающая из Хермона? Вот она. Прекрасно ты, подруга моя, как кирца, прекрасно, как Иерусалим. Отведи от меня очи волосы твои, как стадо коста шасли с геоада, зубы твои, как стадо овец, вышедших из бассейна. Все они без пророка. Шея твоя, подобно башне Давидовой, две груди, как два олененка, со мной слива на невеста, со мной слива на преди, взгляни с вершин Амана, с вершин Синира и Хермона, пленила меня. Это песня земли Израиля, на самом деле, если вы внимательно читаете, то вы это увидите. И куча вопросов, которые вот при... Если этого разделения не видит, на самом деле вдруг снимаются, как раз убежит... Гарольд Фиш, я вспомнил, как его зовут. Значит, при подходе Гарольда Фиша куча вопросов песни-песней снимается. И я считаю, что это доказательно, потому что при всех искусственных построениях по поводу, как устроена аллегория песни-песней, вопросы только возникают новые. А единственная концепция, которая действительно снимает вопросы по пониманию песни-песней, это концепция Гарольда Фиша. На мой вкус, она безукоризненна в этом смысле, в смысле правильного подхода, потому что она действительно легко решает все загадки песни. Как мне кажется, я вот оговариваюсь, потому что есть много всего по этому поводу написанного. И книга «Экклезиаст» как раз знаменитое высказывание Раби Акивы о том, что был спор по книге «Экклезиаст» и не было спора по поводу песни-песней. Ну, книга «Экклезиаст» все-таки, согласитесь, сложная. Меня на самом деле больше всего удивляет, что нету спора по поводу книги Йова, потому что, по-моему, она просто количество высказываний на грани фола в ней просто зашкаливает. По-моему, мудрецы не стали морочить голову, потому что она слишком сложна для чтения, а поэтому никто не заметит количество высказываний на грани фола в этой книге. Она слишком сложна для чтения. И, подозреваю, поэтому они как-то спокойно отнеслись к тому, что там сказано. Тем не менее, значит, это была попытка пересмотра в Япны, которая кончилась ничем, по всем мнениям, какие у нас есть. То есть, эта попытка пересмотра кончилась ничем, что и следовало ожидать. Исключить из канона то, что уже туда включена вещь, почти невозможная. А включить туда что-то новое, ну, не знаю, насколько это возможно. Вот. Проще включить что-то новое, чем исключить что-то, что уже включено. Хотя спор такой был, действительно. Но он поздний, но это спор по поводу... Давайте простую вещь, чтобы было понятно. Цитат из песни-песни в других книгах Танаха нет. А вот в книге Йова есть явная перекличка с книгой Кагэлот, с книгой Экклезиаста. То есть, она знает эту книгу и считает ее вполне священной. А книга Йова, по-моему, опять я аккуратно пытаюсь здесь поговорить, по-моему, знает книгу Кагэлот и время от времени к ней относится. Вот, давайте скажем так. То есть, ее считает вполне священной книгой. А про книгу Йова споров никогда не было. Но поймите простую вещь. Вот я, коли мы говорим о канонах, то вот как-нибудь откройте книгу «Притч» и посмотрите первое начало главы, только начало главы. И вы обнаружите, что там несколько книг соединены в одно. Это во времена царя Хискияху, там прямо это прописано, прямо в книге. Ее создавали из разных свитков. И это было нормально, она зафиксирована в результате серии свитков. Значит, начинается притча Соломона царя Давида. Далее, спустя... А вот еще... А вот еще... А вот еще 25-я глава. А вот еще притчи Соломона, которые списали мужи Хискии. Вот вам прямая ссылка. Значит, если бы только это. Тридцатая глава. Слова Гура сына Яке. Значит, это тридцатая глава. Тридцать первая глава. Деврейла Муэль Хамалах. Слова Ламуэля. Кстати, самый знаменитый отрывок из книги-притча, это как раз слова Ламуэля. Это Эшет Хайль, Бой Баба. Бой Бабу кто найдет, да? Ну, я правильно перевожу Эшет Хайль? Прямо так, Бой Баба? Ну как, Эшет Хайль, Бой Баба. Окей, ну да. А кто найдет? Кто найдет? Топ, ладно. Я знаю, город будет, так называется. Да, да, да. Значит, это, внимание, там заголовки просто. Но, значит, дело в том, что на самом деле действительно Великое Собрание где-то зафиксировало канон и сказала, больше не добавляя. Понятно, что какие-то свитки ходили, потому что, ну понятно, что количество людей, которые пытаются сохранить запрещенную литературу, оно отдельно, все-таки запрещенная литература имеет свою притягательность. Все это, кто жил при советской власть, отлично это знает. Да, она как бы кажется и лучше. И, в общем, как сказано в притчах царя Соломона, ворованная вода слаще, да? По этому поводу понятно, что запрещенные книги, они слаще, ворованные. Они сохранились, там некоторые в переводах на разные языки, кое-что сохранилось, но не у евреев. Значит, но вот то, что я сейчас пытаюсь сказать следующее, что оказывается, какие-то книги были разрешены. Вот книги, которые не претендуют на священный статус, они как бы разрешены. Было еще одно постановление, оно довольно важное. Это постановление, касающееся в основном, оно на ту же тему, а именно правило звучит так. То, что письменно ты обязан читать по тексту, то, что устно, ты не имеешь права читать по тексту. Имеется в виду следующее, что когда зачитывают публичное чтение отрывков писания, то запрещено их читать наизусть. Их положено открыть свиток и прочесть по свитку. А вот устную Тору запрещено читать по свиткам. Ее надо произносить наизусть. Ровно причина, ровно та же самая. Вот есть канонический текст, а все остальное не каноническое, чтобы никто ничего не перепутал. Есть запрет публичного чтения устной Торы по письменному тексту. Вот этот запрет действовал. И этот запрет, он был довольно важен. Но, что важно, была еще одна важная вещь. Что этот запрет не запрещал частные свитки. В том смысле, что частные записи были просто разрешены. По этому поводу есть много свидетельств Алмуде в Медрашах о всевозможных частных записях, которые были найдены. Ну, самая знаменитая, самая там серия знаменитых высказываний о всевозможных найденных записях у разных очень авторитетных людей. Правда, еще раз, это конспектные записи. Это никогда не полная запись, это не книги, а именно черновее как-то конспекты. Причем называлось это тогда во времена древней, это называлось могила, свиток. И, ну, какой-нибудь простой пример. Известно, ну, вот из известных свитоков, что вот в Торе упомянут свиток, который пророк Шмуэль вручил Давиду, с чертежом храма. Бейтав Тимас – это священники, которые готовили храмовое благовоние. У них был, дома хранился свиток с подробным рецептом, как что готовить, то есть какие ингредиенты и как нужно подготавливать. Я надеюсь, никто не думает, что для того, чтобы подготовить храмовое воскурение, надо просто хорошо перемешать в мешке килограмм того, килограмм другого, килограмм третьего. Нет, там много правил. Что-то надо вымачивать, высушивать, при какой луне собирать, в какое время года собирать, где брать. Там правил безумное количество. Так вот, такой свиток был. Свиток этот называется свиток Бейтав Тимас по фамилии Рода, который этим занимался. И он упоминает. Упоминается, например, свиток Юхсин. Это свиток родословных. Как обычно, такой свиток, он подразумевает свитки родов с проблемами в родословных всевозможного рода. Значит, упоминается, ну, Магеллад Таанид, это постановление просто, но оно записано на бумагу, свиток постов. Как обычно, свиток постов, еврейские штучки, если написано еврейский свиток постов, значит, это дни, когда постится запрещено. Есть Магеллад Старим, упомянутый еще. Это какой-то свиток тайных записей, содержание неизвестно. Значит, есть так называемый свиток, значит, из именных свитков, а для того, чтобы было понятно, что мы имеем дело, что, например, свиток Раби Мейра, тот самый, в котором было написано то в Мод, то в Мавет. То есть это был свиток, да, Раби Мейр, тут надо учитывать, Раби Мейр по профессии был писцом и переписывал священные свитки. Но свиток, который был у него, это свиток толкований, который он у себя делал просто, это не свиток Торы, а это свиток для себя, свиток своих конспектов, которые он, по всей видимости, готовился к проповедям. Там упомянуется, например, пинкасы несколько раз, слово пинкас упоминается. Пинкас – это блокнот вообще-то. В современном языке пинкас отличается… Значит, слово пинкас, я сейчас не буду входить, это греческое слово, в современном, вы видите, это блокнот или записная книжка. В древности это… Ну, долго рассказывать, как это выглядело, но, в общем, считайте, что это нечто вроде именно книжки с сшитой книжки. Простоты ради, потому что там чуть-чуть сложнее все это. Значит, то есть такие книги были. И более того, значит… В этих книгах регулярно записываются всевозможные законы. И вот эти свитки их хранили, и ими пользовались. Но они как бы не публичные, на них ссылаться нельзя, вот что очень важно. На них нельзя ссылаться. Сказать, я читал в свитке таком-то то-то, это ничего не сказать. Вот я слышал о трабе такого-то, это да, это аргумент. А что-то нашел у него записанного. Мало ли, что человек пишет для себя. Он и не имеет силы. Далее тут надо опять-таки… Вот когда я долго, возвращаясь в предыдущий тем, когда я долго рассказывал, как готовили будущих ученых, это всегда там длинная работа при разных серьезных людях, то я хочу заметить одну вещь. Долгое время народ Израиля не знал, что такое спор на тему Галахи, что такое спор по поводу закона. То есть не то, что споров не было, но был простой инструмент, как устранить спор. Его можно было просто проголосовать в Верховном суде, в Сангедрине взяли тесаных камней, и голосование могли посмотреть, что закон такой, это все свободны. И вот по этому поводу в течение довольно длительного времени не было споров народа Израиля. Почему не было споров? Рассказываю, споров не было, потому что был простой инструмент решения этих споров, которым прибегали и активно пользовались. Собственно, последние люди, которые считаются, на которых кончилась эта идиллия, то есть на них не кончилась, при них она еще была, это Рабби Йозер из Цереда и Рабби Йоси бен Йоханан из Иерусалима. Значит, они практически последние, при котором еще это все сохранялось. Кому интересно про них, про эту пару, пусть посмотрит трактат. А вот эта первая глава, ну, например, так, Йоси из Бен... Значит, Йоси бен Йозер говорил, пусть твой будет местным собранием мудрецов, сиди в пыли их ног, жадно пей их слова. Йоси бен Йоханан из Иерусалима говорил, пусть твой дом будет широко открыт, пусть бедные будут твоими домочадцами, не умножая беседой с женой. Это сказано о собственной жене, а тем более о чужой. Значит, после этого начался, собственно, период, когда уже начались споры. И по этому поводу... Сказал Раф Ягуда, сказал Шмуэш, Когда умер Маше, вот давайте я зачитаю, когда умер Маше, если большинство считает, что что-то осквернено, осквернено. Если большинство считает, что чисто, исходили из того, что большинство знает так же, как Маше Рабейну. Далее говорится, все учение, которое было от Маше Рабейну до того, как умер Йосеф Бан-Юэзер из Трейда, не было в нем никаких недостатков. Отсюда и дальше появились недостатки. То есть, где-то вот в этот момент появилась система, я подозреваю, связанная с фиксацией, где появились школы. Вот до этого как бы не было понятия школа. Было, что у каждого наставника были ученики, и оно передавалось дальше. А вот где-то после Рабейна и Стрэда появились школы. И появились споры. И на самом деле произошло самое важное. Дело лопнуло, и, в общем, уже дошло до серьезных столкновений во времена Шамая и Гилейля. Вот два мудреца Шамая и Гилейля, они оба ну, значит, во-первых, они оба были главами Израиля. Они оба основали Академию. При этом правило гласит, и это многократно сказано, где в Талмуде, школа Шамая была получше. Она была качественнее. Это многократно проговорено. цитата. Дом Шамая говорит, не учит только того человека, который и мудрый, и скромный, и у него добросовестные добра, порядочные родители и богатые. Дом Гилейля говорит, учит любого человека. Ибо множество грешников было у народа Израиля, но они приблизились к изучению Торы, и вышли из них праведники и хасиды и достойные люди. То есть как бы у нас два проекта. Проект Дома Шамая избранных и Академия высшего класса, куда берут учеников высшего класса, и Академия Гилеля, куда берут всех подряд. При этом ну там и личности кстати Шамая и Гилель как личности регулярно описываются как бесконечно спокойный Гилель, который способен вынести любое безотерство от тех, кто к нему приходили и любому человека отвечал даже на самые глупые вопросы и не понимал почему глупость недостойна ответить, потому что если человек спрашивает, значит он не настолько глуп, чтобы не знать, что он что-то не знает, ему хочется узнать. Правда иногда вопросы были странные, типа почему у жителей Африки, это Африка в Малайзии, которая большие ноги. Ответ потому что они ходят по болотам, это чтобы не тонуть, мой милый. Ну то есть вот такой пример, то есть совершенно невозбудимый человек, который отвечал каждому. И Шамай, который вообще человек был резкий и когда к нему пытались приперяться с глупостью, говорил, что эта глупость пошла в он. Ну тоже подход по-моему. Я не то что утверждаю, что так нельзя. но тут есть тонкость, которую надо понимать. Значит, сами Шамай и Гилей, они друг друга уважали, они никогда друг с другом не спорили. Ну кроме там одного вопроса, по которому они спорили, но они этот спор унаследовали от предшественников, которые точно так же спорили по этому вопросу. Так вот их предшественники точно так же спорили по этому вопросу и так далее, и так далее до Эзры. То есть это классический вопрос по поводу того, что обязательно ли возлагать руки на жертвенное животное, или его можно принести в жертву без этого. Это очень важный вопрос, потому что он только кажется таким наивным, потому что это означает, можно ли принести жертву заочно. Шамай говорил, что принимай каждого приветливо, но принимай, то он принимал приветливо, но когда слышал, с кем имеет дело. Но надо сказать, что эти люди друг другу сами, Шамай и Хилей, друг друга уважали. И собственно они друг другу никогда и не спорили толком. По-моему, три спора кажется между ними было, между самим Шамаем и Хилей по трём вопросам. Мичтожные споры. А вот их ученики они уже превратились, значит, вот основная тема там Мишны и в Гемаре неоднократно упоминается, это спор Доба Шамая с Добом Хилей. Спорят Академия, спорят ученики, не спорили учителя, спорили ученики. И уж тем более, когда учителей не стало. Вот здесь началось нечто. Вот мои учителя, мои учителя, среди них есть, значит, но давайте так, я учился в двух разных местах, одно место вполне харидимное, где эту тему не обсуждали, а в другом месте парочка моих учителей настаивают на том, что школа Шамая это религиозные националисты, тогда как школа Гилеля это харидим. Причем так они долго старательно доказывают, я не стал даже входить в свое время, я очень не люблю эту тему мудрецы и политика, я просто не люблю эту тему, поэтому как бы в голову не беру эту тему. Но вот куча народу утверждают, что как раз школу Шамая такие религиозные националисты. Да, но при этом, кстати, в галахическом отношении школа Шамая как правило жестче, то есть у них галаха куда более жесткая, чем у школы Хилеля, то есть школа Хилеля куда более народная в отношении закон. Ну так, из общей оценки это выглядит, потому что обычно дом Шамая куда более жестко все решает, куда более строгие требуют, куда более строгого поведения. Ну там вот классический вопрос нужно ли лежать, когда читает Шма. Дом Шамая например считал, что Шма надо читать лежа, потому что написано без шеквыха лежа, когда ты ложишься. А дом Гилеля говорит как хочешь. То есть как бы ну вот такие вот характерные детали. там еще много есть подобных тем. Но здесь происходит довольно любопытный момент, который по крайней мере Раф Марголес утверждает, что эта тема была. Как бы титул Раби в школе Гилеля было получить легче. А это очень важные последствия имеет. Мы же говорим, что спорные вопросы решаются голосованиями. Если моих рабинов больше, то я выиграл все голосования. тут есть еще вот эта сторона во всей этой теме. И не важно, что вы знаете лучше и тоньше. Меня больше, а решаем большинство. я не знаю, это верно, хотя школа Гилеля по всей видимости пользовалась большим именно по причине большей простоты, доступности. Но она с самого начала так и строилась, как народный такой проект. И ее любили по всей видимости больше. И она в общем побеждала ровно это сам. Это потом уже будет спор по поводу того, как установить Галаху. Но количество споров дома Шамая, дома Хилеля, я хочу подчеркнуть, не Шамая и Хилеля, потому что Шамая и Хилеля, еще раз, они были в очень неплохих отношениях. Они оба возглавляли Дом Израиля. У них не было споров, и мы нигде не видим, чтобы они плохо говорили друг о друге. А вот дома уже академии, и, как я понимаю, посреди учинили нечто. Причем так, там политические игры, еще в Сангидрине, кто кого больше придет, кто кого выкинет. То есть там начались неприятные такие вещи. Но споры были, кроме галахических тем, я напоминаю классический спор, который два с половиной года спорил от дому, дом Шамая с домом Хилейн, лучше человеку быть рожденным или лучше ему быть нерожденным. Два с половиной года. К сожалению, хотел бы я найти, хоть кто-нибудь бы оставил, ну, хоть один бы конспект спора. Мне просто интересно, о чем они спорили. Да, и через два с половиной года они собрались, проголосовали и постановили. Я вообще не понимаю, как этот вопрос можно поставить, это голосование. Но они таки это сделали и постановили, что лучше человеку быть нерожденным, чем рожденным, но теперь, когда ты рожден, лучше занимайся тором и добрыми делами. Спасибо за внимание. Вот. это постановление совместное в результате голосования. Я просто не понимаю, как делать до голосования это по этому вопросу дойти смогло. Но, увы, ни одного конспекта такого спора до нас не дошло, и это очень обидно, потому что мне бы хоть одним голоском хотелось бы на это взглянуть. Нужен вопрос. Да. Если в Торе написано про рву, то есть первая заповедь, пойдите и размножайтесь, как еще можно об этом спорить? Нет, это заповедь моя, это я должен плодиться, размножаться. А хорошо ли тому, кто пришел в этот мир или нет, это еще такой вопрос. Не об этом же спор, спор о том, стоит или не стоит рождаться. то есть нет, подождите, не по своей воле ты придешь в этот мир, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты покидишь этот мир, не по своей воле ты в грядущем отдашь отчет перед царем царей, да? то есть как бы мы не спрашиваем приходить или не приходить. Нас об этом забыли спросить. Нас даже забыли спросить жить нам или не жить. У нас выборов здесь нет. Причем продолжать жить и когда доходят до самого конца прекращать жить. Нас об этом не спрашивают. Тем более насчет по этому поводу виленский гаон Раби Илья из Вильна по поводу этого высказания говорит, что не по своей воле ты родился и не по своей воле ты живешь. Он говорит, что вообще-то у человека есть способ прекратить жить. Но человек тот факт, что человек не пользуется этим способом доказывает, что его устраивает эта жизнь. А по этому поводу с него можно потребовать отчет о его жизни. Его это устраивает. Смотрите, еще раз, я не понимаю, я не знаю, о чем был даже спор. Это отдельная тема, что до нас дошло, что не дошло. Поймите простую вещь. Я веду сейчас весь сегодняшний разговор ввиду к Мишне. Потому что есть подобная история про мидраж бы решить раба. Вот давайте я чуть-чуть скажу про мидраж бы решить раба, чтобы вы поняли, о чем я говорю, в чем проблема. Мидраж бы решить раба, самый красивый мидраж, какой есть. это безумно красивый сборник безумно красивых мидраж. То есть там один шедевр аль не другого. Это просто серия шедевров. И основные цитаты, когда надо процитировать мидраж, как правило, они обращаются именно к берешит раба. Шмот раба, он другой источник. Учтите, что все мидражи, которые объединяются с словом раба, они разные источники. у них разное происхождение. И они по форме разные. Но вот берешит раба это безумно красивый мидраж с диким количеством афористических мыслей, красиво высказанных мыслей. Проблема вот в чем. Мидраж раба, берешит раба возник как из чьих-то конспектов человек слушал субботнюю проповедь какого-нибудь из крупных рабов и после субботы у себя в конспектах записал те мысли, которые его поразили, которые он не хотел забыть. То, что основная тема он не записал. В результате до нас дошел сборник изюминок выковырянных из булочки. Булочку мы не получили, а изюм весь вот он. Изюм это здорово, но, понимаете, очень хотелось бы посмотреть, к чему эти мысли прилагаются. Как автор, а там всегда имена, кто что сказал, что автор говорил, в рамках чего он это сказал. Вот к несчастью до нас этого не дошло. мы не знаем к чему и как это прилагается. И у нас есть совершенно безумной красоты мысли, афоризмы, но как они работали во все лекции, мы не изборища тропа не знаем. Благо у нас есть мидраж, по которому мы можем восстановить, как логика работает. То есть не сами мысли, а как работает логика. Это мидраж Раби Танхума. Мидраж Раби Танхума в нем как раз проповедь целиком собрана. Поэтому вы знаете целиком все, что он хочет сказать. Там собрано все подряд. Все, что сказано. Конспект полный, развернутый конспект. Это вы можете сравнивать просто. Так вот то же самое. когда мы говорим дом Шамая, дом Гилеля спорят лучше быть рожденным или лучше быть не рожденным, мы даже не знаем о чем они спорят. Как они разворачивают эту тему. и о чем там можно спорить два года. Мэр, а то, что в какое они время жили, не поможет нам вообще понять, почему этот сбор возник? Не поможет. Ну, прикидывать. Дом Шамая, дом Гилеля, это где-то первый век до новой эры. Но это очень трудное время. Так любое время, а что было нетрудное время? Ну, значит, оно в каждом поколении возникает, этот вопрос, в принципе. Вы понимаете, я, например, не представляю, как я собираю публику сегодня на диспут, скажем, Мюя Ревенов против Натана Брусавани лучший человеку жить или лучший человеку не жить? Я с трудом представляю, как я смогу собрать. Я вполне представляю. Я вполне представляю. Ну, тем более, да, с этой эпидемией можно такой вопрос задать, в принципе. У нас с тобой противоположные точки зрения? В том-то и дело, что мы как бы растеряемся. в одной струе, нет? Да, как бы ты за прививкой тоже пойдешь, нет? Я пойду. Ну, вот, спорт закончен, я тоже пойду. Тогда прививок не было, тогда было сложнее. Я не являюсь противником, я никогда не являлся противником прививка, я всегда за. Ну, да. Ну, прививка, чтобы жить. Ну, хорошо, все, оставь. Это, чтобы не болеть и других не заражать. Окей, вы седа. Нет, ну, пойми, я вырос в советское время, где отказ от прививок ведь была, как бы, немыслимая. Послушай, не козырная карта, я тоже, как ты понимаешь, я тоже был в той же самой ситуации, вообще говоря. Поэтому мы с тобой хорошо относимся к прививкам. Ну, да, замечательно. Вот могу показать, пожалуйста, нас тут у всех. Ты знаешь, если ты показываешь сюда, то ты старый человек, потому что кем-то моложе нас сделали в другом месте их уже. Подожди, у нас здесь сделали? Уже не на руке сделали, нет, уже на бедре стали делать. Потом стали делать. Это татуировки делают, старик, ты что-то спутал, ну, хорошо, ладно. Да. Может, они были разного возраста? Нет, нет, сменили, потому что там женщины сказали, что как бы портят внешний вид, а лучше куда-нибудь спрятать то, что прикрыто одеждой. Нет, я про дом Шамая Гелеля. Это женщины того времени, слушай, ты не понимаешь, какой вид вообще портится. Как же она на пляже будет ходить, вообще говоря. Другая тематика пошла. Я себе в красках представляю, как в доме Шамая Гелеля спорят о том, как ходить на пляже. до ближайшего пляжа двойбе караванного пути. Ну да, Кольдор-Даршав. У каждого поколения свои как бы комментарии, понятное дело. Да. Нет, просто на Мертвое море отправиться, тогда один день караванного пути. А что им, конечно, спорить мэйр надо было, потому что время перед Галутом очень серьезное время. Ребята, я не, поймите, время серьезное было, но насколько они ощущали, что время перед какими-то мощными пертрубациями. Нет, я понимаю, что ну вроде они жили как раз в период относительно вегетарианский. Смотрите, власть уже более-менее утряслась. Ирод, вот всевозможные гонения вроде не наблюдалось в тот период. Как бы не видно чего бояться, собственно говоря. Как бы да, власть иноземная, но как бы мы с ней неплохо договорим, иноземная, протекторат такой. Но мы с ним неплохо договорились обо всем с этим протекторатом. Плюс ко всему неплохо играем там на внешние противоречия сверхдержав, которые тогда были. Я не вижу тогда как раз вот правление Шамая и Гилеля, период Шамая и Гилеля. Это период очень такой приятный. Другой разговор, что, собственно, насколько я понимаю вот своих учителей, они утверждают, что школа Шамая погибла где-то, ну, как школа, я не имею в виду, как все люди, а погибла как школа приблизительно к периоду они основной двигательной, движущей сила великого восстания 66-го года. И они и остатки являлись также движущей силой восстания Баркохпы. Остатки только. Учтите, что между этими событиями два поколения. Три, да? 66-й год и 135-й год. 132-й год. 66 лет. Ну, три поколения. Я исхожу из того, что один век четыре поколения считают таким способом всегда. Значит, они там еще сильно рассеялись в этот период. И понятно, что школам, да, вот школы застали все тяжелые времена. Вот эту смуту, которая привела к бунту 66-го года и с последующим разрушением храма. Там ведь дело началось не в 66-м году, а раньше. Смута началась глубокая, тяжелая и намного раньше. И участники смуты были в в общем-то там же были две линии. Одна на примирение с властями. Вот я говорю о школах уже, вот о первом веке новой эры, а другая на откровенно на бунт, причем так, с террористическими, откровенно террористическими ходами действия. и серьезно, довольно приличное количество народу пытаются меня убедить в том, что дом Шамая был заводилами в этой истории, как раз. В отличие от школы Хиллэля, которые, ну, как бы, опять, они как более массовые, они более обывательские, что ли, если хотите, вам, вас устроит такой террористик. Поэтому, да, школы-то застали все это, но где-то там, вот, уже после восстания Барковбы школы Шамая мы практически уже не слышим про нее. Школа Шамая уже ушла в прошлое. Более того, к тому моменту, вот, она галахически, как известно, ее темы споров сохранены, но при этом уже есть четкое постановление, что галаха всегда подумал Хиллэля, кроме оговоренных 18 случаев. А то, что будет в будущем, вот это эти случаи или это что-то другое? Я не могу говорить о будущем. Я слышал эти митражи по поводу, что во времена, когда придет Машия, галаха будет на школе Шамая, но такой разрыв с галахой, это значит, что Шурхан-Арух будет недействительным сразу весь станет, почти. Вы учтите, что тогда надо пересматривать всю галаху. Собственно говоря, тут вот как раз та самая проблема. Мишна, Мишна, это всюду дом Гилеля. А Мишна это и есть основа галахи. Вся Мишна это дом Гилеля. Но вы считаете, что это невозможно? Смотрите, во времена Машиэха произведут чудеса и произойдет полный переворот всего на свете. И мышление, и образ жизни, и образ за поведение. И наполнится вся земля слава Всевышняя. Поэтому там что угодно возможно. Но обсуждать какой будет мир после явных чудес, я так далеко заглядывать не могу. Мне трудно представить. Понимаете, вот есть вещи, которые мне трудно представить. безусловно, я прекрасно понимаю, что люди начнут мыслить иначе. Все будет иначе. Но как? Я не знаю. Да, есть мидраж, что это все вернется. Да, действительно, все комментаторы отмечают, что до Шамая был выше в качестве знаний. Но просто поколение не соответствовало еще, правильно? Нет, есть проблема, это вечная проблема, которую, я честно признаюсь, есть вечная проблема между качеством знаний и массовостью. извините, я готов отвлечься, просто продемонстрировать. В конце 20-х годов 20-го века в Советском Союзе уже было ясно, что основной национальный проект образовательный. Вот в сфере культуры, в области культуры основной проект образовательный. По этому поводу, причем направленный на массовость, по этому поводу на все явления культуры, которые не имеют шансов на массовое потребление, в начале им отказали финансирование, а потом еще и преследовали за это. В результате, вот смотрите, какой классический пример, театр революционера Мейерхольда никому оказался не нужен, а театр дворянина извините он из семьи купцов, короля медной проволоки Российской империи Станиславского оказался востребованным и главным, потому что он доступен народу. Вот эта массовость, которая сильно бьет по элитарному искусству всегда. Может быть интеллигенция предпочитает Шостаковича, но народ просит Чайковского и Мортир Я ничего против не имею, наверное, Шостакович действительно замечательный композитор и человек с развитым вкусом и образованием музыкальным слышит, насколько он классный и замечательный. Но та самая проблема при массовом, если задача массового приучения к искусству, то Шостакович не востребован. Но еще действует традиция, мэр. Вот смотрите, есть некоторые посты, которые... Это вопрос доступности традиции. Вы вынуждены для того, чтобы превратить нечто в массовое, вы вынуждены опускать нечто элитарное. Другой разговор, что, безусловно, самим учителям нужно то самое элитарное искусство. Я не пытаюсь сказать, что-то против элитарного искусства. Я просто пытаюсь объяснить, что происходит в таких случаях. Другой разговор, что самим учителям нужно тем самым учителям нужно элитарное искусство. Для них это востребовано. Это нужно не ученикам, а им. Самим музыкантам нужен тот самый Шостаковича и Прокофьев. Народ-то хочет Моцарта и Чайковского, а музыканты хотят Прокофьева и Шостаковича. И это надо тоже иметь в виду. Возможно, я хочу сказать, что мотивы Моцарта более понятны, нежели Шостаковича. слишком импровизационный. там от восприятия зависит. Ну, не знаю, но по-моему там народ с удовольствием слушает какие-нибудь там 40-ю 42-ю симфонии Моцарта, да, и как-то не очень слушает симфонии Шостаковича. Мэр, ну вот посты тоже же отменятся, и вот пост Гедальний, вы считаете, что он... Посты отменятся по факту, подождите минуточку, мы входим не в ту тему, вот смотрите, я как-то вот, если мы говорим, например, посты отменятся, скажите, зачем нам пост сплачев о разрушении храма, когда на храмовой горе стоит храм? Ну, а пост вот пост Гедальний, ну вот вы считаете, он актуально еще? Подождите. Он установлен в календаре. Когда будет установлен храм и кончится изгнание, он станет неактуальным, потому что зачем нам оплакивать изгнание, которого нет данный момент, вообще этот день праздником нужно объявлять уже, тогда будет, когда это все, это все очевидно, останется только Йомки-Пу, и это тоже понятно, но мы говорим сейчас чуть-чуть о другом, вот посмотрите, вот когда все это существует, но существует еще, вот пока все это существует в виде двух школ, и проблема вроде бы на практическую Галаху где-то там после разрушения храма, может быть, скорее даже немножко до, большинство решило и постановило, что Галаха будет по дому Гилеля, но вот здесь началась такая, та самая вещь, которую надо понимать, в какой-то момент было утеряно единство академий, и академии в разных местах и в разных городах, даже в одном городе, но отдельно существовавший, прекратили общение, но не просто прекратили общение, вот смотрите, вот когда две разные академии существуют, но они регулярно встречаются, спорят, и у них есть инструмент решения, то это одно, вы на выходе всегда имеете одно как бы мнение, основное, при этом у вас, когда вы так не решаете, но я могу сказать, вот например, был сбор там по вопросу довольно важному брачному законодательству между школами Шамая и Школой Гилеля, при этом значит делалось все, чтобы например закон по Школе Шамая был жестче, школа Гилеля в этом вопросе считает, что закон не такой и официально сказал, что закон не такой, но всегда поступало по Школе Шамая для того, чтобы были возможны браки между двумя школами, вот в избежание раскола это делалось. То же самое, есть большой спор по поводу того, как себя надо вести, если эра в Песах приходится на субботу, потому есть огромные споры по поводу эра в Песах Шахал и Хирто Шабад значит как вы думаете, как часто эра в Песах приходится на субботу? Приходится, да? Резко вообще-то регулярно куча вещей просто решается так, что этого никогда не бывает. Вот это то, что я хотел сказать. Абсолютно верно. Мы устроили так календарь, чтобы этот спор просто снять с повестки дня, а этот спор был один из самых жутких. Но между прочим, вот восхождение Гилеля, самого было связано с решением как раз одного из вопросов связанного с этим спором. И почему не могли решить остальные? Ответ потому, что до того года всегда решался этот вопрос простым образом. Мы устраивали календарь так, чтобы этого не случилось. Мы просто объявляли месяц високосном. Сангедрин просто объявлял месяц високосном и отодвигал на один день. Либо год високосном. То есть всегда есть возможность в календаре перенести на день. Любую дату. И этот Сангедрин всегда за этим следил. В том году это не удалось просто. По техническим причинам не удалось просто провести это самое заседание с переносом даты. В результате все растерялись, потому что мы с этим не сталкивались уже давно, мы просто всегда делали, чтобы с этим не столкнуться с этим вопросом. Об этом идет речь. То есть способы решения, что мы хотим сохранить единственное, поэтому мы делаем довольно много, чтобы никогда не сталкиваться с проблемами. Они долго были. Проблема началась, когда возникло много-много-много школ. Вот тогда начались проблемы. И тут выяснилось, что споры есть почти по любому вопросу. Начались споры галактические почти по каждому вопросу. Вот если речь не идет о прямом законе Мушес-Синая, а чуть-чуть отклоняется от него в проблеме, то всегда есть множество мнений. И вот эти споры, они как бы стали цвести пышным цветом. ничего дурного нет в академических спорах. Это даже хорошо академические споры. Это полезно, что называется, для всего и для общества, и для ученых, и для учеников. Здесь все в порядке. Проблема в том, что когда дело доходит до исполнения, что тут делать? И вот здесь возникла некоторая действительно серьезная проблема, что делать со всеми этими спорами, потому что как бы Тара стала дробиться. Не текст Тара, а Галаха поведение, а вот то, что старательно следили за тем, чтобы все поводы для раздробления народа снимались. Вот чем занимался в основном Сангидрин? Он пытался снять любой повод для раздробления народа. Жесткие правила о сообщении о начале месяца, которое во все праздничные дни передавалось для всей ГУЛА, для всей диаспоры. Почему нужно, чтобы Сангидрин жестко следил и имел систему оповещения, когда какой день недели, когда какой день месяца я говорился. Зачем впоследствии был установлен календарь табличный нынешний, и он всюду принят, и любая попытка в X веке такая была последняя, по-моему, проведена, оспорить этот календарь, была встреча с штыки ровно по одной поводу. Единственному народу можно принести в жертву много. Давайте договоримся, что весь народ должен праздновать праздник одновременно. Мы не можем обсуждать с вами сегодня у нас Песох или завтра у нас Песох. Мы можем это, конечно, обсудить, но, пожалуйста, Песох мы с вами будем праздновать одновременно. Вот это знаменитая история по поводу того, что возник спор между Робаном, Гамриэлем мудрецами, когда приходится Йом-Кипур и они разошлись во мнениях, на что было потребовано, что тот, кто считает, что Йом-Кипур не в объявленный день, должен в их Йом-Кипур явиться к насии Израиля, главе Израиля с деньгами, посохами, то есть нарушив все, что можно в Йом-Кипур. Йом-Кипур должен быть один. Но ведь на самом деле хотелось бы, чтобы Тфилин был один, чтобы Сука была одна, чтобы все, что связано с законом, было единым. И эта проблема, которая возникла где-то сильно обострилась уже ко второй половине второго века, вот замечен, мы вымешиваем перескочить, просто именно потому, что вот в период после подавления восстания Барковбы, да, практически один учитель главного всего народа Израиля это Райда Экиба, но тем не менее мнений уже великое множество. И споры по самым разным вопросам, они мелкие, они, как правило, не очень существуют, там большая редкость, чтобы спор был существенным. Тем не менее, споров довольно много возникло. И, собственно, когда мы говорим о Мишне Раби Эгудаганаси, вот теперь мы на самом деле понимаем работу, которую он на себя взял. Значит, Раби Эгудаганаси решил свести, совершить работу, которая называется, в науке, это называется кодификация закона. А именно собрать закон, какой есть, решить все основные споры и в едином виде, в едином виде изложить закон, как он должен исполняться. при этом книга имеет два значения. Первое значение, тот самый слово могила, свиток, это как могила таонит, в тот момент, когда эта книга будет готова, будет постановление, что закон следует этой книге. Вот вы можете иметь любое мнение, но это будет ваше частное мнение, а закон следует написанному в этой книге. Я хочу обратить внимание, что когда говорят про Мишну, очень много обычно говорят о сохранении знаний и очень мало говорят о кодификации закона. А вот эта сторона вопроса, она безумно важна. Закон становится единым. По этому поводу надо понимать одну простую вещь, что Мишна это не просто учебник закона еврейского, а текст, который собран, еще имеет силу закона единого для всех. Где бы люди ни находились, в Арыц Сраэль, в Вавилонии, Курдистане, в ну там, не важно, в Римской, извините, в Риме, там была большая еврейская община, и, кстати, была весьма немаленькая еврейская община к тому моменту уже в Испании. Значит, есть единый закон. Вторая вещь, в результате устная Тора, устный закон появился план преподавания и учений передачи дальше. То есть, иными словами, вот проект, который решил предпринять, я просто кончается время сообщаю, чем кончается дело, Раби Ихуда Ханаси принял проект двойного значения. Он решил изложить закон для того, чтобы во всех учебных заведениях Израиля, где бы они ни находились, все учили по единой программе, и это нужно для сохранения закона, чтобы он не утерялся. Вторая вещь, чтобы все вели себя единообразно. То есть, кроме единой программы учебы, единой программы знания, он еще создал единый закон. Вот эту сторону вопроса надо понимать просто двойное значение проекта Раби Ихуды Ханаси. Не, извиняюсь, а Вавилонская башня-то не получится? Что? Вавилонская башня-то не получится от единомыслия? Единомыслия не получится. Мы дальше увидим. Единомыслия в Мишне это не получилось. Спасибо. А у евреев единомыслия случится, я боюсь, что это в принципе невозможно. Два еврея, три мнения. Да, 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 да. Как говорил один мой знакомый, за что я тебя люблю, у тебя всегда весьма своеобразное мнение радует только то, что их пять по любому вопросу одновременно. Вот. Поэтому евреи сам с собой может поспорить. А вы хотите с другими соглашаться? Из этого тогда следующие евреи не могут построить небоскребы, правильно? Как бы это не еврейская работа. Тут сообщили, что у нас где-то собираются строить 130-этажный небоскреб. Вот я тебе на эту тему говорю, Маким Макаров. Его 30 лет утверждали. Зачем нам 130-этажный небоскреб? Я так и не понял. Вы извините, я опять вмешаюсь, но я как житель Москвы, я хочу сказать, что небоскребы ничего хорошего, они подобны муравейникам. Ты слишком много зависишь от мнения окружающих. Это не потому, что ты оборачиваешься, а потому, что ты объяснил. У евреев все по-другому. Виктория, Мейер объяснил, у евреев все по-другому. Здесь не поскреб. что другой этаж в доме выше второго лишний. Я вообще любитель двухэтажных зданий. Да, все понятно. Старая Москва. Но это вопрос вкуса. И жители телевизора со мной не согласятся. Подожди, у нас тут рядом в Малой Адумим. Я слегка за локальные события. У нас в Малой Адумим строят, по-моему, 20 с чем-то этажей. Это с тобой рядом тут с нашим этим ларьком. Да, да, да. Я возмущен. А, мы записали. Хорошо. Окей. А я от себя хочу сказать из Москвы, что удобнее, комфортнее, приятнее жить в малоэтажных домах. Бесэн, у нас земли нету. Старой постройки, 903-й там. Земли нету. У нас земли нету. Земля маленькая. У нас нет земли, нам строить не дают. Мы только можем наверх. А так мы не можем. Нас снимают из космоса и запрещают. Может быть, на инохи отвоюют, если их пустить. Может быть, да, давайте. У меня давно такое подозрение, кстати. Вот. Так что, я не знаю, как-то очень неспешно получилось подойти к Мишне. Вот. Но я собирался дальше просто рассказать, как она устроена и как получилось избавиться от споров. Не получилось. Это невозможно. Настолько не получилось, что сам автор проекта свои частные мнения вынужден в ней записывать как наравне с чужими. То есть, там по некоторым вопросам просто он приводит свое мнение отдельно и говорит, мудрецы говорят так-то, а я говорю так-то. Но фокус в том, что закон все равно будет по мнению мудрецов. То есть, номер не то, что вышел совсем, но это понимаете, в чем делать? Тут уже неважно получилось сегодня будет или нет. То, что получилось, то, что вышло вот в этом проекте, я, кстати, использую слово проект специально. Это не книга одного автора, это результат огромного проекта именно. Тут свой проект правильный. Он не один писал эту книгу. Оно оказалось просто мыслеобразующим для всего народа, поэтому обсуждать правильно он делал или неправильно невозможно. Мы на этом выросли, мы из этого возникли. Это настолько часть нас, что уже несущественно прав он был или нет, потому что то, что получилось, это мы. Вот это надо понимать в этой истории. Поэтому обсуждение хорошо, это плохо, это невозможно, это просто не на тему. Потому что тема… Ну, никто же не знает, куда это приведет по результате. Нет, почему? Мы… Нас устраивает, это называется. Нам нравится, потому что… Как сказала моя сестра, евреи все устраивают. Так. Окей. Я предлагаю на этом закончить и каждый обдумает в тишине своего кабинета, а потом выскажется в Телеграме либо на следующем занятии. Как предложение? Андрей, есть вопросы? О, если у Андрея нет вопросов, надо закрывать заседание. Надо закрываться. Окей. Всем счастливо, до свидания, шаббат, шалом. Те из присутствующих. Шаббат, шалом. И вам шалом. Есть присутствующие, которые собираются завтра поститься. Цом, каль сказали нехорошо говорить. Теперь говорят цом, муиль. Эффективный цом. Не понял. Эффективное голодание. Цом, каль, не положено говорить. Потому что, старик, но цом сделан для того, чтобы человек мучился. Какой смысл говорить легкого тебе поста? Он изначально говорит, если легкий, так не надо поститься. Цом, муиль, ты отстал от жизни. Не, но я тут на секундочку, вы извиняете, но насчет мучений, мне кажется, к евреям никак вообще не должно относиться. Не по лохе это мучится. Кеверин, который я очень люблю и всем рекомендую, но, правда, я рекомендовать могу дольше, но у нее очень маленький тираж, поэтому не всем она достанется. Это мемуары некоторого человека давно жившего. Так вот, он говорит, что он, у меня такие-то знакомые часто постятся, но я придумал, как поститься, и чтоб не было хорошо. Я пощусь только зимой, перед шахритом я выпиваю чай, съедаю булку, потом я работаю, а потом уже заход солнца. Ну, нормально, тоже хорошая шутка. Ничего себе пост, булка, она долго переваривается. Это было на уровне анекдота, насколько я понимаю. Мы сейчас не будем это долго обсуждать, но это моя... Ну, да, да. У меня в Москве были знакомые, которые так постились зимой. Замечательно, это отлично. Окей, завтра ЦОМАС, Арабы ТВ, можно провести отдельное занятие. ЦОМОИЛЬ, окей? Всем добрый. Всем пока, счастливо, до свидания, ШАБАТ ШАЛОМ. Это существует... ШАБАТ ШАЛОМ. Спасибо большое, ваши уроки очень важны для нас. Спасибо. Который положено соблюдать даже в субботу. Я вспомнил. Это кто? Это какой? АСАРАБ ЭТВЭТ? Он не передвигается, если выпадает на субботу. Я думала, мы будем про него и говорить сегодня. Нет, это очень просто. Он, правда, никогда не выпадает на субботу. Комментарии по поводу того, что он не переносится, если выпадает на субботу, много. Благо, их можно писать, потому что он никогда не выпадает на субботу. Замечательно. Окей. Натан, обожаю вас.